Ну что ж, всем привет, и сегодня 13 июня, и через два дня я опишу экзамен по географии. За сегодня я уже прорешала один вариант по географии, и за сегодняшний день я поставила себе такую цель, то что мне нужно прорешать минимум пять вариантов ОГЭ. И, кстати, еще забыла вам сказать очень важную информацию, я купила себе калькулятор. Этот калькулятор мне понадобится на экзамен, так как по географии на экзамен нужно брать лимейку, карандаш, естественно, для левой черной ручки и калькулятор. Сегодня у нас 14 июня, и завтра у меня экзамен. Сейчас я иду домой с консультацией по географии, консультация у нас длилась полтора часа. На улице сегодня просто супер жарко, хочется, знаете, на какое-нибудь море или в какой-нибудь бассейн, но будем сегодня повторять все по экзамену. Сегодня 15 число, и сейчас я иду домой с экзамена. Неужели я могу почувствовать себя свободно от этих экзаменов? Прошло все четыре экзамена, все четыре экзамена я написала. Все, наконец-то вкусим этот вкус лета. Ну что ж, я уже пришла домой с экзамена, уже покушала, много всего сделала, и сейчас хочу с вами поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Все экзамены, математика, русский, общество знаний я сдавала в одной школе, но не в своей. И также я сдавала со своей параллелью, то есть из других школ людей не было. Нас не сопровождали в туалет, видеонаблюдения не было. В общем, вот, приехали мы в эту другую школу, обычно в школу, в которую мы ходили все три экзамена, мы ходили пешком, так как она достаточно рядом находится с нашей школой. Но сегодня в школу, в которую мы ездили, нам приходилось ехать на автобусе. Пока мы ехали, нам учителя говорили то, что вот, там намного строже учителя, там намного строже дисциплина. И на самом деле про дисциплину они были правы. То, что было в этой школе, в которой мы сдавали сегодня, не было в той школе, в которой мы сдавали прошлые экзамены. В этой школе был металлоискатель, а также, когда мы выходили в туалет, нам записывали время, когда мы выходили и когда мы приходили. В той школе, в которой мы сдавали прошлые экзамены, такого не было. Ну а про учителей, которых говорили, что они намного строже, на самом деле это оказалось чисто неправдой, потому что, ну, может быть, именно в моей аудитории, но мне попались достаточно хорошие и добрые учителя. Ну и на какую же я оценку сдала экзамен по географии? Четверка у меня гарантирована. Теперь осталось ждать только результаты, и, кстати, я вот только что заходила посмотреть результаты по-русскому, до сих пор не пришли, хотя уже со дня на день должны прийти. Ну а сейчас я счастлива, то что я сдала все четыре экзамена, и далее, если я буду готовиться, то это к десятому классу. В общем, наступило лето, буду отдыхать, освобождать свой мозг от всяких уроков, чтобы мой разум тоже отдохнул, почаще гулять на улице, ну и также наполнять приятной продуктивностью свои дни. Спасибо большое за то, что были со мной на протяжении нескольких дней, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!